Дорогие соотечественники, я хочу сделать заявление в связи с событиями, произошедшими в Донецкой области и в городе Славянске. Сегодня пролилась кровь. Наша страна отныне находится в качественно новой ситуации. Украина, по сути, одной ногой уже вступила в гражданскую войну. Киевская клика отдала преступный приказ на применение силы и задействование регулярной армии против мирного населения на юго-востоке Украины. Напомню, что когда мы были в Киеве, такие методы не применялись даже против радикалов и экстремистов. Социально-экономическое положение Украины стремительно ухудшается. Страна неумолимо движется к банкротству. А давайте вспомним, с чего это началось. Началось с Майдана, когда незначительная часть националистов начала диктовать свою волю большинству населения, применяя силу, а потом и используя оружие. Народ страны никогда не примет такой диктат, особенно диктат националистов. Население регионов ищет способы, как защитить себя и будущее своих детей. Их желание жить в свободной стране, говорить на родном языке, иметь право голоса, выбирать местные органы власти вполне укладывается в требования, которые выдвигают эти регионы. А разве можно подменить диалог с людьми методами, которые они предложили языком автоматов и БТРов? Неужели они не понимают, что сегодня для страны главное не поспешные президентские выборы, а широкий диалог? На основе его поиск консенсуса. Вопросы получения широких полномочий регионов, прав выбора региональных властей давно являются актуальными, как на Западе Украины, так и на Востоке. И давно эти регионы не хотят жить под диктат Центра. Поэтому вопрос срочного проведения референдума, который может успокоить страну, остановить начавшуюся гражданскую войну и уберечь Украину от раскола, сегодня является единственным решением. Затем принятие новой Конституции и только потом проведение парламентских и президентских выборов. Это законное и справедливое требование украинского народа, который ищет защиту от произвола, беззакония и унижения. И еще, называя законные требования граждан Украины сепаратизмом, а вторую незначительную часть страны революционерами, они сознательно вносят раскол в украинское общество, провоцируя дальнейшую дезинтеграцию. Хочу дать оценку деятельности так называемой власти Украины, которой рано или поздно придется ответить перед законом за принимаемое решение. Скажу сразу, вы будете нести уголовную ответственность. Прежде всего это Аваков, Наливайченко, а также те сотрудники СБУ и МВД, которые выполняют эти преступные приказы. Как главнокомандующий я обращаюсь к военнослужащим, сотрудникам СБУ и МВД. Не выполняйте преступные приказы, не стреляйте в украинский народ. Вам этого люди никогда не простят. Хочу также заявить о прямой причастности к последним событиям Соединенных Штатов Америки, которые через свои дипломатические возможности, а также спецслужбы, не просто вмешиваются в происходящий процесс, но и указывают, что и как нужно делать. По моим данным, полученным из силового блока Украины, а также из других органов власти, Киев посетил директор ЦРУ Бреннен. Он провел встречи с незаконно назначенными силовиками Украины, в том числе Аваковым, Наливайченко, Гвоздем и Еремой, а также так называемым исполняющим обязанности президента Турчиновым. Именно после этих встреч было принято решение о силовой операции на востоке Украины. Господин Бреннен практически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие. Таким образом, США несут свою долю ответственности за развязывание гражданской войны. Уже два месяца в Киеве, так называемое прозападное правительство, положение простых людей становится все хуже и хуже, а обещанной западом помощи пока не чувствуется. Сейчас я обращаюсь к народу Украины. Не дайте псевдозащитникам идеалов евроинтеграции уничтожить нашу страну. Берегите единство Украины, защищайте свое будущее. Только украинский народ может быть хозяином своей страны и своего будущего. Благодарю за внимание. Телеканал «Россия», Богма, Вероника. Мы не можем не попросить, рядом с вами находится генпрокурор страны и министр внутренних дел. Очень хотелось бы услышать оценку ситуации от Виктора Павловича и Виталия Юрьевича. Спасибо. Уважаемые соотечественники, уважаемые представители средств массовой информации. Я хотел бы сказать так. В Украине сегодня правовые и социальные институты сознательно уничтожаются. Уничтожаются самозванцами. Правовой нигилизм в государстве стал нормой жизни. Я приведу несколько примеров. С юридической точки зрения незаконные приказы, на наш взгляд, отдают нелегитимно назначенные должностные лица. Прежде всего Турчинов, Аваков, Наливайченко, Махницкий. Махницкий, по нашей оперативной информации, сегодня дает приказы не расследовать уголовное производство, которое находится в производстве прокуратуры и в милиции по расследованию фактов ранений и гибели сотрудников милиции, которые защищали конституционные основы нашего государства. В восточных областях, по нашей информации, планируются провокации на границе с целью дискредитации военнослужащих России. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что на заседании Совета национальной безопасности Украины присутствовала Тимошенко. Эту информацию распространил Тарас Черновил. Она не является членом правительства, она не является членом Совета национальной безопасности Украины, и тем не менее она присутствует. Такие примеры, многочисленные примеры, можно приводить и дальше. Достаточно проанализировать открытые источники информации. Поэтому я, как министр внутренних дел Украины, говорю о том, что люди, которые отдают приказы незаконные, будут обязательно привлечены к уголовной ответственности, а к своим коллегам, к сотрудникам милиции я хотел бы обратиться, чтобы они не выполняли таких незаконных приказов, потому что неминуемо последует ответственность. Спасибо. Я хотел бы прокомментировать следующее и напомнить всем, что на виду у всего мира главный мотив законной власти Украины в декабре прошлого года, в январе, феврале нынешнего года это искали мирный выход из сложившейся ситуации. Вы помните, это переговоры с оппозицией, это переговоры с участием иностранных государств, высокопоставленных должностных лиц иностранных государств. Это то обстоятельство, что 90 дней сотрудники милиции стояли без боевого оружия, потому что им не были вооружены. Это те две амнистии, которые принимала Верховная Рада Украины, и было амнистировано около 300 граждан, совершившие преступления, и задержаны на Майдане за эти преступления. Это все те реальные обстоятельства и факты, которые свидетельствуют о том, что реальная законная власть Украины стремилась к тому, чтобы был мирный путь развития ситуации. Можно продолжить и другие примеры всего того, что предпринимала законная власть Украины. И это реалии, и вы о них знаете, я просто о них напомнил. Законно избранная украинская власть самостоятельно принимала решения, а не реализовывала чужие сценарии, как происходит это в реалии сегодня, к сожалению, в Украине. У незаконной сегодняшней киевской власти главное – это нарушение законов. И мы видим эти явные нарушения законов. С чего начался разговор с законной властью в ноябре прошлого года на Майдане? Вы помните это с коктейлей Молотова, это с тех призывов, которые звучали, громить администрации местных органов власти, это захватывать управление службы безопасности Украины, управление внутренних дел, органы прокуратуры, это браться за оружие и реально захватывать власть. Моральное право, законное право нарушает ныне незаконная киевская власть. И все это привело к тому, что они уже начинают забывать, что они силовым вариантом захватили эту власть. Сегодня киевская власть должна помнить, что нельзя не замечать Конституцию, попирать Конституцию, а потом взывать в законности. Нынешняя незаконная власть манипулировала законами, моралью, сознанием граждан и продолжает это делать и сегодня. Это причины того, я думаю, что вы с этим согласитесь, что страна на грани гражданской войны. Необходимо обратить внимание на сегодняшнее событие, на то, что пролилась кровь и состоялось кровопролитие. Это вербное воскресенье. Великий церковный православный праздник и незаконная власть Киева начинает в этот день антитеррористическую операцию, которая заканчивается кровопролитие. Где мораль? Где высокая нравственность? Кто ответит за все это? Попирается законы, попирается мораль, отсутствует высокая нравственность. Необходимо восстановить законность, а нынешняя власть продолжает ее попирать. Необходимо решать сегодня ключевые вопросы. Это переговоры, это референдум, о чем говорил президент Украины Виктор Федорович Янукович. И мирным путем они бросают бронетехнику, они это та незаконная киевская власть. Летают вертолеты над поселками и городами и применяют оружие. И все это при явном игнорировании законов Украины. Они их просто не замечают. Для компромисса, для власти необходима смелость, мужество. Но у них это ни смелости, ни мужества нет, для того, чтобы выйти на мирные рельсы переговоров, встречаться с гражданами Украины. И решать так, как это выписано в основном законе Украины Конституции. Что полновластный распорядитель власти это народ Украины. Незаконная власть Киева это просто забыла. У них просто одно – алчность к власти. Если будут и дальше попираться законы, если сегодня трезвый голос не будет услышан в официальном Киеве, незаконной киевской власти, будет нарушаться основной закон Украины Конституции, все законы Украины – это не путь к мирному восприятию. Спасибо.